Привет, я Катя, и сегодня мы с вами распакуем и заценим товары с Валдберрис за сотку. Но прежде чем мы начнем, обязательно проверьте подписку на мой канал. Если она не оформлена, то сделайте это немедленно. На этом канале выходит очень много полезной информации и хорошего настроения. Ну что ж, погнали. Реально, все эти товары стоили 100, ну, если чуть больше сотки, то это, ну, может быть, там 110-112 рублей. Это прям максимум. Все ссылки на товары я оставлю в описании под этим роликом. И я надеюсь, что мы с вами здесь найдем что-то интересное, уникальное. И вдруг реально будет товар за сотку. Прям, ну, такой крутой, что вот прям всем нужно его приобрести. У меня сегодня не до конца законченный макияж. Дело в том, что у меня брови, конечно, подкрашены, но они ничем не закреплены. И для этих целей у меня есть целых два продукта. Первое – это мыло для бровей за сотку. А второе – это гель для бровей тоже за сотку. Поэтому давайте мы своим протестим один и другой продукты. А вот и наше мыло для бровей с Валдбрис. И, кстати, а знаете, я буду говорить вообще, сколько раз купили, например, эти товары, потому что, ну, это же интересно. Это мыло для бровей стоило всего 64 рубля. И его купили более 100 тысяч раз. Представляете, какое-то популярное мыло для бровей на Валдбрис. В наборе идет у нас само мыло. Ну, такой футлярчик обычный, стандартный, вот такой выдвижной, как и для любого мыла. И вот такая вот щеточка. Вообще, здесь написано клубника. То есть, можно предположить, что это мыло должно быть ароматизировано. Пробуем. Вообще ничего не пахнет. Причем здесь это клубника? Я думаю, она будет клубничкой пахнуть. Ладно, давайте мы с вами капнем сюда немножко воды. И, может быть, после этого здесь хотя бы что-то запахнет клубникой. Так, что мы имеем? Запаха клубники не появилось. Зато пошел какой-то химозный запах непонятный совершенно. Я не уверена, что это норма. Ну, да ладно. Давайте уже попробуем нанести на брови это мыло. Ну, схватывает, кстати, неплохо. Но кисточка, щеточка, как я говорила, действительно неудобно. Не, ну, в принципе, неплохо. Только единственное, что как-то вот периодически оно у меня соединило некоторые волоски. И бровь будто бы лысая осталась, но так, если поправить, то этот эффект уходит. И в целом, бровь действительно уложена, волоски лежат. Ну, и мыло как мыло, на самом деле. За такую стоимость, наверное, абсолютно норма. Ну, и следующий товар, это вот такой вот гель для бровей, который будет у нас на второй брови. Я распаковываю впервые, прям вот все при вас. И, конечно, когда буду делать по всему, скорее всего, гель для бровей будет грязноват, потому что все-таки у меня тут тональники, все такое. Все это может потом оказаться внутри этого продукта. Так, этот гель для бровей стоил 57 рублей. Серьезно, 57 рублей, класс. И его купили более 44 тысячи 800 раз. Ух ты, я еще не ожидала. Просто, чтобы вы понимали, мыло для бровей, где было написано клубника, я ожидала, что оно будет пахнуть клубникой. Здесь, я думала, это будет пахнуть клеем. Но, знаете, типа как а-ля гель для бровей из Галамарта. Там реально немножко клеем попахивает. А здесь какой-то персиковый аромат. Хотя здесь вообще ни слова не написано, что оно должно быть как-то ароматизированное. Пахнет персиком. Слушайте, реально очень мягкая, комфортная щеточка. Пока гель для бровей ставлю 10 баллов. Прям супер ароматизированный, удобная щеточка. Очень мягкая, хорошо распределяет средства. И бровь уложилась, в принципе, очень даже хорошо, намного лучше, чем мыло. Сейчас оно все тут мне подсохнет вместе. И мы с вами уже в конце ролика оценим, что где как закрепилось и что как держится. Но пока вот это вот, это прям супер находка. Симпатичные, матирующие салфеточки с котиком. Давайте посмотрим, насколько популярен этот товар на Валдберрисе и сколько же он стоит, например, сейчас. 110 рублей цена этого товара. И купили его более 1900 раз. Ну, не супер популярный, но в любом случае я подумала, что я хочу это затестить. Такие милые, они розовые. Но в целом, мне кажется, свои задачи справляются, да? Идем дальше. Давайте мы с вами перейдем к антисептикам. Не знаю, зачем я их заказала, просто как-то увидела и подумала, что, наверное, это прикольно, когда с собой есть в сумке антисептик, который пшикающийся. И вот я решила заказать именно пшикающийся антисептик, вот в такой вот упаковке все пришло. И это, ну, скорее всего, стационарный, хотя он не супер большой. В принципе, можно и с собой его куда-то брать. Вроде ничего не протекло, все нормально. Здесь 50 мл, 100% защита, профессиональный кожный антисептик. Применяется в сфере здравоохранения 2008 года. Он, кстати, изготовлен в мае 20-го. Вот так выглядит. Ну, давайте попробуем, что он там. Какой он? Ну, распыляется хорошо, это уже радует. Ой, пахнет спиртом, хотя вроде как он же без спирта должен быть. Или это у меня второй антисептик без спирта? Спойлеры, да? Этот антисептик стоил 96 рублей, и его купили более 6100 раз. Ну, нормальный антисептик, в целом у него 4,8 звезд, то есть людям нравится, люди пользуются. Ну, в принципе, это реально удобно, такая маленькая упаковочка. И я взяла еще один антисептик. Я не знаю, зачем мне столько антисептиков, но просто мне понравилась их упаковка. Один вот такой вот простой, вроде как, большое там его количество, он вшикается. А второй вот такой вот карманный, миниатюрный, 20 миллилитров здесь. У него очень много дизайна. Я взяла, по-моему, самый какой-то простой, лосьон спрей антибактериальный, без спиртов и хлора. Вот здесь написано. Так что это должно быть без спирта. Здесь даже никого нет стопора, то есть просто вот достаете и сразу пшикаете. Пшикаем, и он не пахнет спиртом, вообще не пахнет. Высыхает полностью, и ничего на коже не остается. Стоил он 81 рубль. Купили его более 100 раз, и у него 4,5 звезды оценка 23-озовая. То есть что-то людям значит, что в нем не нравится. Следующий товар, который я очень хочу распаковать, это вот такой вот сверток. А что там будет в этом свертке, мы с вами сейчас увидим вместе. Все, я распаковываю. Вы первое это увидите, я вообще не знаю, что написано. А, что это? Мне вместе с этой наклейкой положили еще две наклейки, причем они прям вырезаны. То есть это две интерьерные наклейки, которые можно наклеить на обои, на шкаф, куда угодно. Представляете, просто две пришло в подарок. В подарки всегда приятно. Я же ожидала одну наклейку, а тут как бы и листик вот защитный пришел, он оформлен еще, блин. Просто как вот в детстве стенгазету рисовали. Ну, в школе рисовали реально стенгазету, это выглядело вот примерно так. Вот такая наклейка. Это наклейка на самом деле на унитаз, на бачок унитаза. И будто бы этот код показывает на кнопку смыва. Ребята, я наклеила эту наклейку. Смотрите, как круто смотрится. Прям вот сверху на бачок наклеила. Такая кнопка. Очень круто. Мне кажется, прямо зачетно. Особенно за сотку-то вообще супер. Идем дальше. Есть у меня вот такой вот сверточек. Я знаю, конечно, что находится, это видно. Это бальзамы для губ. Они сразу идут в количестве двух штук. По одной их заказать нельзя, выбрать ароматы нельзя. 170 рублей за две штуки со случайным ароматом. Их купили более 100 тысяч раз. Вот опять топовый товар. На них 19 тысяч отзывов и 4 и 2 звезды. Очень часто в комментариях пишут, что они протекали. Давайте проверим, как у меня. Скорее всего, имеют та же самая участь. И они все протекли. Ну, посмотрим. Вдруг мне повезло. Нет, ребят, мне не повезло. Они все протекли. Поэтому я пойду, возьму какую-то салфетку, чтобы их протереть. Мне попался клубничный аромат. Ой, как вкусно пахнет. У меня прям в детстве-то напомнила. Вот эти вот роликовые бальзамы для губ. Они, короче, не до конца закручены. Именно поэтому они все и текут. Вот так, окей. С первым мы определили, кстати, очень прикольный такой дизайн. Мне нравится. И второй тоже доставим. У меня какой-то оранжевый. Это арбуз. Это арбуз. Вот арбузный аромат мне не очень нравится. Ну, сейчас посмотрим, как этот пахнет. Вдруг он хорошо пахнет. Ну, да, знаете, такой запах арбуза, как и жвачки. Я вот такие ароматы не очень люблю. Просто запах арбуза не мой. А так прикольно. Ну, я на губы сейчас наносить не буду, потому что все-таки матовые помады, все дела. Но на руку я нанесу. Да, это масло для губ. Ну, прикольно. За 70 рублей две штучки. Плохо, конечно, что нельзя выбрать ароматы. Я вот арбуз никогда не выбрала. Но клубничка мне понравилась. Дальше средство очень-очень полезное, на мой взгляд. И помню, что все детство мое я мазала губы вазелином. Сначала моя мама их мазала вазелином косметическим. Потом я уже подросла сама начала мазать. Я помню, что вроде как для никаких таких-то прям масел, там, гигиеничек-то и не было в детстве. Были вот такие вот баночки с вазелином. В комплекте сразу шло три штуки. Стоили они 120 рублей. Купили более 1300 раз. Ну, видимо, они суперпопулярные. Но ничего страшного. Я просто хочу попробовать его вазелин, как это было раньше. Раньше реально было классно. Прямо как в детстве, реально. Вот я прям помню эти упаковки. В каждые 10 грамм годные до 25-го года. В принципе, должна израсходовать. Давайте одну вскроем еще, посмотрим, с чем пахнет, что там внутри. Вообще какая текстура, все ли там норм. Как-то не особо красиво выглядит, но приятно набирается. Да, нормальный вазелинчик. Губы, локти, места, которые у вас сохнут, мазать, это прям супер. И далее для губ еще вот такой вот лакшери заказала. Посмотрите, ну, конечно, наклейка овал для все портит. Но давайте сейчас пленку сниму. Наклейка уйдет. И мы с вами можем заценить красоту этого продукта. Вот, смотрите. Если я вам покажу вот так вот. Или если я еще сделаю как-нибудь. Вот так вот. А? Ух ты. Сама в шоке просто. Вот как думаете, вот эта вот вещь может стоить 100 рублей? Посмотрите, как это красиво. Ммм, еще и пахнет приятно. Прикольно. Вообще, это тинт для губ, бальзам тинт. Я купила за 90 рублей, сейчас стоит 82 рубля. Вот эта красота, представляете? Я купила более 11200 раз. 1300 отзывов, 4,6 звезды. И называется бренд О'Чилл. По факту это просто такой бальзамчик для губ, который делает ваши губы розоватыми. Давайте опять-таки на руке попробуем. Да, оно должно сразу стать розовым. Да, вот. Меняет цвет, видите? Такой вот оттенок. И что же у меня тут еще есть такое интересное? А это патчи для глаз. Которые стоили, по-моему, 109 рублей, когда я их заказывала. Давайте посмотрим. 107 рублей они стоили, когда я их заказывала. Сейчас они стоят... Если меньше, что-то будет прям вообще фейл для меня. 101. Ну, примерно так же. 101 рубль стоят эти патчи. Они с авокадо. Их заказали более 6700 раз. На них 4,7 звезды и 4900 отзывов. Зозу. Зозу. Как так называется бренд? Я их затещу в своем телеграм-канале. Так что заходите, смотрите, подписывайтесь. Кстати, вообще-то выглядит очень даже прилично. Годен до декабря 25-го года. Посмотрите, какая упаковка. Мне кажется, такую вот упаковку, я не знаю, даже в каком-нибудь там Ламеле, Далитуаль, да где угодно, вообще можно смело найти рублей за 800. Ну, такая банка. Ну, как бы тоже, знаете, не хлипкая. Ну, да, пластиковая полностью, но она не хлипкая. Нормальный такой качественный пластик. Так, здесь и ложечка есть. Посмотрите, здесь ложечка, чтобы доставать патчи. И вот такая защитная крышечка. Ну, вот такие тонкие, кривые патчи. Она под всем, вы, конечно, это увидите, но они прям очень кривые. Я даже не знаю, рискну их попользовать. Нет, ну, наверное, один разок сделала, наверное, утречком. Ну, и сразу вам отпишусь в Телеграме, так что следите. Вдруг это вообще какая-то опасная штука. Ну, что, друзья, мы с вами посмотрели все товары за сотку с Валберес. Если вам понравилась тема данного ролика, то обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях об этом. И тогда я выпущу вторую часть каких-нибудь прикольных ништячков за 100 рублей с Валбереса, может быть, и с Азона. Так что все зависит от вас. Всем хорошего настроения, всех люблю и до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Включение для самых внимательных. Я вам забыла рассказать, что у меня с бровями по итогу. А, сейчас проверим, да. Вот эта вставка для тех, кто досматривает мои видео до конца. Вот там, где мыло для бровей, бровь очень-очень липкая. Мне вообще не нравится этот эффект. Прям, ну, абсолютно. Прям очень некрасиво, на мой взгляд. Как-то бровь кажется более какой-то жирной, что ли. Вообще очень некрасиво. А здесь мне не хватает все-таки фиксации. То есть, да, брови вроде как уложены, но это более такой какой-то натуральный эффект. То есть, если у вас брови сами от природы послушные, и, в принципе, им нужно совсем немного фиксации, чтобы хорошо лежать, то вам подойдет такой гель для бровей. Для моих бровей он слабоват, но, в принципе, как бы форму он держит. Форму держит, при этом склеенности нет никакой. Если вот выбирать все-таки мыло или гель для бровей, однозначно гель для бровей в 100 раз лучше. Ну все. Теперь точно на новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова